...знать немножко побольше о нашем русском языке. Видите, вот тут даже двоица изобрели. Значит, итак, до нашего Петра Первого, я вам уже говорила, эти лубочные картинки, они как бы как письма были, да, передавались их послания. Но, например, я сделала эту лубочную картинку, я там передала, хотела узнать, как, условно говоря, живёт моя сестра, которую мы выдали замуж. Но я, например, плохо это сделала, плохо изобразила, так вот в лубочных картинках допускалась. Например, Маша, я живу хорошо, я себя-то изобразила, но непонятно, что получилось на этой картине. Или, как мы говорили, что они висели как украшения, но опять-таки кто-то сделал, и непонятно, что это такое. Подписано, кот или петух. И, конечно, первые были лубочные картинки с изображением животных. Понятно, да, почему. Мы об этом тоже с вами говорили. Ну, вот такие вот лубочные, видите, картинки. Да, пожалуйста. Это уже у нас было, так называется, рейтер на петухе. В 17 век. Это подражание чужезенным гравюрам. А вы знаете, что мы, особенно при Петре Первом, очень много подражали, заимствовали у немцев, у французов. Уже как-то от своего отходили, уже было неинтересно. Вот такая вот картина. Мы рисовать будем? Обязательно. Ты уже устала? Ну, я сейчас постараюсь. Потому что, наверное, да, вот, пожалуйста, Солнце за диакой. Календарь, практически, да? Написанное на плафоне Коломенского дворца. Вот где вы могли видеться. Вот вам. А где здесь Скорпион, по-моему? А мы увидим. Опять, что такое новое, хорошо забытое, старое. Вот вам астрология. Посмотрите, да, конечно. Ну, а вы знаете, что календарь для русского человека имел большое значение. Конечно, земледельческий календарь. И все знали, под каким созвездием, когда что делать, когда пахать, когда сеять, когда собирать урожай, когда отдыхать. Вот такой календарь. Сейчас я два слова тебе еще вам расскажу. О современном Лубке надо обязательно нам тоже сказать правильно. Сейчас в современном Лубке работают и Ермилова. Вот если вы пройдетесь по Арбату, вы очень много увидите замечательных ярких картин художницы Ермиловой. Вы увидите их подкорытовой.